Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Продолжаем наш замечательный курс. Сегодня мы разбираем главу, параграф 27 из книги Брейшит, который мы читали вчера в субботу в ходе недельной главы, которая называется «Толдот». Этот параграф довольно объемный, очень интересный с точки зрения грамматики, тоже очень интересный, не только с точки зрения содержания. Относительно содержания, напоминаю вам, что все объяснения и очень интересные комментарии есть о нем, но я не ставлю себе задачу их привести, может быть, что-то я упомяну, но основная моя задача – разобрать именно текст с точки зрения иврита, его словарного запаса, грамматики и так далее. Итак, смотрим на экран и читаем. Я не уверен, что мы рассмотрим весь параграф, он довольно большой, это у нас займет больше часа. Я хотел бы последние минут 10 все-таки выделить на продолжение разбора песенки в песенке классической, тоже с очень хорошим и интересным ивритом. Итак, «Ва-и-и» и было. «Ки-закен-ицхак» – слово «закен» может быть понято как прилагательное «стар», «старый», а может быть понято как глагол «состарился». И было, когда составился исхак. «Ва-ти-хэ-э-на» – эй-нав мир от. Эй-нав – это глаза. «Ти-хэ-э-на» – стали темны, потемнели. «Кэ-гэ» означает темный и даже смуглый. Давайте, пока я не забыл, я скопирую вам словарь и поставлю его в чат, как мы с вами обычно делаем. Так, и вы по ходу смотрите. Естественно, можно и даже нужно задавать вопросы. Так, дополнительный чат. Так, посмотрю, весь ли он сюда поместится. Нет, конечно, не весь. Ах, и. Для тех, кто не знает, посмотрите, пожалуйста, у вас, когда вы мышкой залезаете в центр экрана, да, ну и вообще на экран, внизу появляется полоса, там инструменты, правильно? Там есть чат. Если на нее нажмете, то вы увидите, соответственно, вот то, что Раф Илья сейчас вклеил сюда словарик. Окей? Так. Так, минуточку. Ну вот так, в три раза у меня поместилось все, что я вам, с чем нужно поставить словарь. Для тех, кто не в танке, для тех, кто к нам только присоединился, добавлю, что здесь, как обычно, зеленым я выделяю те слова, которые вошли в словарь, а желтым я для себя выделяю слова, о которых я хочу что-то сказать. Итак, и было, когда состарился Ицхак, и потемнели глаза. Его есть выражение, потемнели глаза, это значит, стал плохо, хуже видеть. Вот выражение берет начало отсюда. Мир от. Понятно, что вот он, корень. Роэ. Видеть. То есть, это слово можно понять от увиденного, а можно понять, потемнели глаза так, что стал он хуже видеть. То есть, отошел, отодвинулся, отдалился от того, чтобы видеть. А теперь у меня вопрос к знатокам. Какая часть речи это слово? Все молчат. Натан, ты тоже можешь участвовать. Только не среди первых. Похоже, что существительное, нет? В роли существительного оно действительно выступает. Действительно. А может быть и глагол, кстати. Похоже на глагол. Это глагол. Это вы, я вас правильно узнал? Я, я, конечно. Понятно. А в какой форме глагол? Похоже, настоящее время, нет? Нет, представьте себе, это инфинитив. Такой же инфинитив, как лир. А, вы же говорили, четыре формы инфинитива. Есть определение абсолютных инфинитива. Очень интересное наблюдение, на мой взгляд, что в некоторых отрывках Торы встречаются вот такие не абсолютные инфинитивы, не начинающиеся с ламит, а начинающиеся с мем, бет и каф. И встречаются они подряд довольно часто. А потом опять пропадают. Еще один такой отрывок, который я люблю использовать, чтобы рассказать вот об этих инфинитивах. Это Парашат Аман. История выпадения манна, манны небесной. И вот здесь мы увидим несколько таких вот форм. Мир от, от того, чтобы вы видеть. Дальше. Да, спасибо, Анна. Ваше предположение было, в принципе, верным. Так. Ва и кра, эт эйсав. И позвал. Кра, куб рейш алеф, означает позвать, а также прочитать и произнести. Нам сейчас попадется похожий корень. Мы увидим. Эт эйсав бно. Позвал он эйсава, сына его, сына своего. Агадоль, старшего, большого. Ва йомер эйлав и сказал ему. Бони, сын мой. Ва йомер эйлав и нени. И сказал ему. Вот я. Ва йомер и сказал. Вот так дается диалог в Торе. Ва йомер, ва йомер. Не говорится, кто именно сказал. Гинне на. Вот что такое на. Пожалуйста. Заканти. Я состарился. Заканти. Это глагол в форме прошедшего времени. Я состарился. Нараиди гамзаканти. Ло я дати. Вот здесь мы переводим настоящим временем. Не я знал, а я не знаю. Ло я дати. Я не знаю. А почему здесь настоящее время? Просто по смыслу. Йом мо ти. День смерти моей. Ла мут. Умереть. Мавет. Мавет. С двумя вав мы пишем, чтобы было видно, что это вав, который звучит вав. Мавет – это существительное. А формы от него, например, смерть моя, как говорит Ицхак, мо ти. Так. Далее. Ве а та. Через айн. А сейчас. Са на келеха. Са – это буквально подними, на са. Или тащи, понеси, принеси на эту просьбу. Келеха. Буквально келим. Что такое келим? Это инструменты и орудия. А также оружие. Оружие, которым работал Эйсав. Мы помним, что Ицхак уважал Эйсава именно за смелость и удаль. То есть он был ловцом дичи, охотником. Так. Телье ха – это калчан твой. Ве кашты ха – кешет – это лук. А также словом кешет обозначается радуга, поскольку форма у них похожая. Ве сэ и выйди, ха садэ в поле. Ве цуда ли цаид. И налови мне ловитвы, дичи. Лицод – это ловить, а также, наверное, подстреливать, убивать диких животных. Птиц, я не помню, может быть тоже. А может быть есть отдельный термин. Так. Цуда – это императив. И налови мне. А дальше вот смотрите. Если слово написано без огласовок, а в скобках написано что-то похожее, но уже с огласовками, это кри-и-ктив. Вот так должно быть написано в свитке, а так должно быть прочитано. То есть как будто вместо этого мы читаем вот это. Цаид. То есть дичь ловитва. Ве. Я не знаю, дичь – это, по-моему, не только птицы, да? Это и животные тоже. По смыслу здесь вот именно это, да? Дикие животные. Ве. А. Са. Ли. И сделай мне. Мат. Амин. Какой корень в этом слове? Там. Там. Вкус какой-то. Что такое? Вкус. Знаешь, что-то вкусное. Лакомство, да. Ну, сейчас таким словом называется скорее всякие конфетки, печенье, цабисли и так далее. Вот. А здесь имеется в виду то вкусное, что я люблю. Каше. Как я любил. Ну, мы переводим, как я люблю. Ве. Га. Ви. А. Ли. И принеси мне. В. О. Х. Ла. И я буду есть. Ну, мы бы сказали здесь в. Э. Х. И я съем. Ба. Авур. Ради. Или для того, чтобы. Или даже во имя. Т. В. Р. Х. Х. Слово браха, да? Благословила тебя. Тав. Это будущее время, да? Третье лицо женского рода. А вот это вот ха – это дополнительный суффикс «тебя». Чтобы благословила тебя. Навши. Душа моя. Мы видим, что слово нефеш женского рода. Потому что префикс использован «тав». Так? Бет-терем. Слово бет-терем означает «до того, как», «прежде». Бет-терем коалиции в Невра – это в Адон-Улам. Бет-терем. А-мут. Прежде чем я умру. Вот слово «мут» и «смерть» – «смерть моя». Вот слово «амут» – «я умру». В. Ривка. Шомат. Бе. Дабер. Ицхак. И ривка слышит, как говорит Ицхак. Мы можем перевести, как «говорение Ицхака», то есть его речь, слова его. Это аналогичнейшая же форма. Это инфинитив, который начинается не с «ланет», а с «бе». То есть в то время, как говорит Ицхак. Удобнее всего это переводить вот такие не абсолютные инфинитивы. Переводить причастиями. То есть «говоря» или «сказав», в зависимости от контекста. Ну, как правило, «ке» – «дабер» – это «в то время, как говорил», а «бе-дабер» – это «когда сказал». То есть причастие несовершенной формы и совершенной формы. Теперь, чтобы закончить эту тему, довольно часто встречаются они с местременными суффиксами. Классический пример. Ув шох б х, ув куме х. То есть при том, что ты лежишь и при том, что ты встаешь, просыпаешься. Без вот этого вот х было бы «бе-би-шков» и «би-кум». Мы знаем формы «ли-шков» – лежать и «ла-кум» – вставать. Здесь использован другой префикс. Итак, «бе-дабер» – это «когда сказал», как сказал Ицхак. «Эль-эйсав бно эйсаву сыну своему военных и пошел эйсав гасадев в поле». «Ла-цуд цаид» – «чтобы наловить лавитву», то, что ловится. «Легави» – «чтобы принести». Что такое «легави»? То, что мы обычно принимаем за инфинитив, то, что начинается с буквы «ламер», с префикса. Это на самом деле один из четырех инфинитивов. Инфинитивов чего? Это инфинитив цели. То есть для того, чтобы принести. Точно так же и «леймор» означает не «говорить», а «для того, чтобы говорили». Есть интересный комментарий по этому поводу. Итак, значит, наловить дичь, чтобы принести. И ривка сказала Якову, сыну ее. Здесь подчеркнуто, что Яков – это сын ее, потому что она любила больше именно Якова. «Леймор» – «чтобы сказать». Ну или обычно переводит «говоря». Гене, вот, «шамати эт авиха», слышала я отца твоего, «медабер» говорящего, «эль эйсав ахиха», «к эйсаву, брату твоему, Леймор», говоря, «гави али, цаид, принеси мне дичь, ве асэли мат амим и сделай мне лакомство, что-то вкусное, ве охэла и я съем, ва а ва арэ хэ ха и благословит тебя». Извините, «и благословлю», конечно, «а» – это префикс первого лица, «лифней адунай» – «перед Всевышним», «лифней мути» – «перед смертью моей». Ну, надо сказать, что после этого Искак прожил еще довольно долго, не сразу после этого он умер. «Ве а та ассичас, бани, сын мой, шма беколи, слушай голоса моего, внимание, если бы она сказала просто шма, это было бы наподобие того, как мы говорим «слушай сюда». Ну, обычно в иврите говорят «рэ» – «смотри». Смотри – имеется в виду «обрати внимание», «послушай». «А шма беколи, слушайся голоса моего, послушайся меня». «Ле ашер ани, ме цава, ме цава, отах». Тому, чему я заповедую тебе, велю тебе, да, то есть заставляю тебя. Я беру на себя управление тобою. «Лех на иди, пожалуйста, эль га цон». Слово «цон» – это стада мелкого рогатого скота. «Веках ли и возьми не мешам оттуда шней двоих». «Гда ей аизима». Слово «гби» означает детеныша, детеныша домашнего скота. Утверждается, что это может быть и козленок, и барашек, и даже теленок. Но так как указано «эйзим» – это коза, да, то имеется в виду именно козлят двух, козлят молодых, то им хороших. «В-э-э-сэ» – «и я сделаю оттам их мат-амим» – «лакомством». То есть я сделаю лакомство из них. «Ла-авиха» – «отсутвы ему». «Кашер ахев» – «как он любит». «В-э-э-вэй-та» – «и ты принесешь ла-авиха» – «в-э-ахаль» – «и он будет есть». «Ба-авур» – «ради того». «Ашер ева-рехеха» – «чтобы он благословил тебя». «Ха» – «это тебя» – «второе лицо». «Лиф-неймо то» – «перед смертью его». «Поем ряков» – «эль-ри-ка-имо». «И» – «сказал Яков рифке матери своей» – «гэн» – «вот это как бы междометие». «Вот ведь как», да? «Эй-сав-ахи» – «эй-сав» – «брат мой» – «иш» – «са-ир» слово «са-ир» – «волосатый», «мохнатый», «пушистый». «Сэ-ар» пишется также – это «шевелюра», это «волосы человека». «Ва-нохи» – «ая-иш-халак» – «человек гладкий». слово «халак» пишется точно так же, как «хелек» – «часть», но значение несколько другое. Что еще называется словом «халак», товарищи? Так, Натан? Ну, это «рошейтавод», понятно, нет? Слово «халак» именно вот так, которое пишется подряд, да, это кошерное мясо, и мясо именно не птицы, а животного. Халак – это в том случае, если нет, что называется, ни сучка, ни задоринки. Это определяется по проверке легких, очень часто там бывают наросты, прободения, как называется, отверстий и так далее. Вот если это есть животное, может быть кошерным, но это уже не будет халак. Халук – это передник. Халук – это передник, совершенно верно. В смысле одежды. Да, 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 да. Вот. Халук – это халат, а халат – это состояние человека, которого вроде бы не уволили, но и не платят. Ну, это израильские данности, да. Кто в Галуте этого не поймет. Может быть, к счастью. Так. Итак, в данном случае я человек гладкий, имеется в виду, что я не такой волосатый, я, как это сказать, ну, безволосый, да. Имеется в виду не шевелюра, а волосы на теле, да. Сказано сразу, как только вот у нас появляется, рождается эйсав, сказано, что вышел он волосатый. И даже само слово эйсав, да, пишется, как слово асуй, очень похоже, сделанный, то есть он вышел уже готовым, ему не дано измениться, так. Так вот, а я, говорит, Яков, я не такой, да. Улай может быть емушеный. Вот здесь слово ле-ма-шеш, да, ле-ма-шеш, это означает ощупывать. Может быть, ощупает ни, это меня, да. Можно спутать это слово ло-ямуш, не будут вытащены, не будут удалены, да. Помните вы это слово в молитве? Мипиха, да, то есть не покинут уста твои словаторы. Так, улай емушеный, может быть, ощупает меня, а вы, мой отец. Вегаити, и буду я, да, так, 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 бе-эйнав в глазах его, кима-та-теа, редкое слово, означающее обманщик. И буду я в глазах его обманщиком. Вегавейти, и принесу я Аллай на себя, калала, слово калала означает проклятие, вело враха, а не благословение. Ва-то-мер-ло-и-мо, и сказала ему мать его, Аллай кил-ла-те-ха, на мне проклятие твое. То есть, если такое произойдет, то я готова принять это проклятие на себя, б-ни, сын мой. На самом деле, логический вопрос. Может ли человек подставлять другого человека, утверждая, что в случае провала наказание он примет на себя, если речь идет именно о наказании небес, кто решает. Небесный суд. Ларив Кабала пророчится и знала, что она говорит. Ах шама бекули, только вот этого слова, ах, означает только, всего лишь, ничего другого. Шама бекули, слушай голоса моего, ве-лех, и иди, ках ли, возьми для меня, возьми мне. Ва-елех, ва-и-ках, и пошел, и взял, ва-я-ве-ле-имо, и принес матери его. Ва-та-ас, и сделала она, и-мо, мать его, мат-амим, вкусности, ка-ашер, а-хев, а-вив, как любил отец его. Ва-ти-ках, ривка, это биг-дэй, эй-сав, и взяла ривка одежды, б-гэд, это одежды эй-сава, б-на, сына ее, а-гад-доль, старшего, большого, ха-ха-му-дот, что такое хамуд? Милый, прелестный, да? Почему одежды здесь названы прелестными? Как любимая одежда, да? Потому что они действительно были как бы парадными. А что с этими одеждами? Почему они были у ривки? Они хранились в доме Ицхака, потому что эй-сав все-таки неплохо понимал, что собой представляют его жены-идыла-поклонницы, да? И не хотел он, чтобы одежда, в которой он прислуживал Ицхаку, которая, в общем-то, была предметом служения, потому что это была заповедь, которую он исполнял безукоризненно, кибуд, ав, да? И именно она его и защищала. Вот он мне хотел, чтобы предмет священный хранился в доме, где есть идолы, так? Хамудот, а-шер и та, которые с ней буквально, то есть, которые в ее доме, бабаид, в доме. Ва-тал-беш. Лаваш – это носить одежду. Ле-гал-биш – сделать так, чтобы кто-то носил одежду, то есть, одеть его во что-то. Эт-я-аков бна-га-катан. Якова – сына своего младшего. Ве-эт о-рот гда-ей-га-изим. Ор – это буквально кожа, шкура. Шкуры – гда-ей-изим. Гди – это детеныш. Козы, то есть, козлят, да? Шкуры – козлят. Гил-биша – одела. Одеть можно какую-то одежду на кого-то. Нет, неправильно. Одеть можно кого-то, да? А одежду надевают, да? Поэтому я тут говорю, что она сделала. Она надела вот эти вот шкуры. Аль-ядав – на руки его. Рука-ядав – руки его. Ве-аль-хел-кат-сав-а-рав. Значит, и на гладкость шеи его. Цавар – это шея. Цаварон – это воротник. Обратите внимание, что здесь есть такая непроизносимая буква «алиф». Это слово хел-кат. Можно понять, как от слова халак – гладкий, так и от слова хелек – часть, то есть часть шеи. Ну, скорее всего, все-таки первое значение. Для того, чтобы скрыть, что руки его без волос и шея его гладкая, вот она их покрыла шкурами. Ва-ти-тен-ид-ала-эт-ха-мат-амин – вот эти вкусные блюда. Ве-эт-ха-лехэм – хлеб. Ашер-аса-та-аса-та – которое она сделала. Бе-яд – в руку. В руку кого? Я-аков-бна – Якова сына ее. Ва-я-во-эль-авив – и пришел он к отцу. Ва-йомер-авив – сказал отец мой. Ва-йомер – и нэ-ни-ми-ат-абни. Вот я – ответил Ицхак. Кто ты сын мой? Ва-йомер Яков – эль-авив. А-нухи-эйсав – бахорайха. И ответил Яков отцу своему. Я – Эйсав – сын твой, первенец твой. Вот Медраш говорит, что он ответил не Я – Эйсав, первенец твой. А ответил он Я – Эйсав, первенец твой. Так. Далее. А-си-ти-ка-ашер-ди-бахта. Я сделал, как ты говорил, э-лай мне. Кум – встань на, пожалуйста. Шева – сядь, йо-шев. Шева. Ве-ахла и покушай, ми-цей-ди из лавитвы, ба-авур для того, чтобы. Те-ва-р-ха-ми, чтобы благословила меня на шеха – душа твоя. Товарищи, пока все ясно? Пока вопросов нет? Можно? Даже нужно. И очень короткая вещь. Вот заметьте, то, что Ривка сказала, да, это что не прочитали. Это глазами было а-лай. Что проклятие будет на мне. Вот интересно, в современном иврите – это очень распространенная вещь. Вообще-то, по-моему, изначально чуть не из армии. Очень короткая. Но это перешло как бы в гражданскую речь – а-лай. Когда там это означает, что ответственность на мне или вообще, что я сделаю. Когда, например, подчиненный там, начальник говорит, надо сделать раз, два, три. А он говорит, ну а как бы там инструменты или что-то, то есть какие дополнительные условия. Он говорит – а-лай. То есть я принимаю ответственность на мне? А-лай – это я выполняю, не заботься, это на мне. Это на мне. Это бедюх, то, что ты сказала. Да, бедюх, то, что сказал, ривка – а-лай. Понятно. Есть еще выражение «мекубаль а-лай», да? Да, «мекубаль а-лай», да. Я согласен, да. Вот. Я участвовал в телепередачах по девятому каналу израильского телевидения, русскоязычному каналу. Передача называлась «Шаббат шалом». Там было много интересных участников. И, в частности, вот был Раф Лайтман. Я однажды представил себе такую ситуацию, что мы с ним вместе входим в студию, да, я иду впереди. Он сзади, он спотыкается и падает на меня. Что я должен в этом случае сказать? Я должен сказать «мекубаль а-лай». Типа, да. Ну, игра слов. Так. Ну, прошу вас. Если какие-то слова непонятны, можете меня остановить в любой момент. То есть, остановить вы меня можете попробовать, но остановлюсь я только на точке. Так. «Вайомер ицхак эльбно». И сказал ицхак сыну своему. «Мазэ». Что это такое? Да. «Михарта». Это глагол со значением «махер». Торопиться. Да. Почему ты так быстро? Почему ты торопился? «Лимцо». Чтобы найти. Беный сын мой. «Вайомер». И сказал. «Ки ги кра». Потому что привел мне случай. Микре – это случай. Кара через «эй» – это случилось. В отличие от «кара» через «алеф» – прочитать, произнести. «Гашем» – Всевышний. То есть, Бог привел мне такой случай. Помог мне. Как бы случайность, но мы с вами знаем, что случайности – это хорошо законспирированная воля Всевышнего. «Элокеха, Бог твой», – говорит Яков. «Лефанай предо мной». То есть, Всевышний сделал так, что случилось. Вот мне такое везение. «Вайомер Ицхак Эль-Яков». И сказал Ицхак Якову. «Геша, приблизься, предстань, на, пожалуйста». «Ваамушеха бани». «И я ощупаю тебя, сын мой». Все-таки Яков заподозрил что-то не в порядке. «Га, ата, зебни, эйсав». «Ты ли это, сын мой эйсав, им ло, или же нет?» «Га, ата, зебни, эйсав, им ло». «Га, ата, зебни, эйсав, им ло». Как будто «если нет». Мы вот разбирали песню на стихе Бялика, и он тоже использует этот библейский оборот. «Гамми полин им милита». «Из Польши или из Литвы». Так, мы, конечно, используем слово «о» или, но здесь используется «им». «Ва и гаш, Яков, эль Ицхак, и приблизился, предстал Яков перед Ицхаком, а вив отцом его, ва и мушеху, и ощупал его, ва йомер, и сказал, «Га, коль, коль Яков». «Голос, коль» – это голос Якова. «Ве гаяда им едей эсав, а руки, руки эсава». Есть много весьма интересных комментариев, в том числе и агадических вот к этим словам. Я приведу вам только комментарий Рамбана, Раби Мошебен Нахман. Он задает резонный вопрос. Ведь люди более склонны верить голосу, нежели, ну, например, скажем, тактильным ощущениям. Он приводит такой пример. Почему слепому разрешен контакт с его женой? Ведь он не видит ее. Это может быть кто-то другой. И почему вообще любому мужчине разрешена его жена ночью, в темноте, когда он не может видеть, не может убедиться, потому что это его жена? Ответ по голосу. По голосу он знает, по голосу. Соответственно, Яков должен был определить, извините, исхак должен был определить, что это голос Якова, что он, в общем-то, и сказал. Почему же, тем не менее, обман, то есть хитрость удалась? Потому что здесь имеется в виду не тембр голоса. Тембр, скорее всего, был похожим или даже одинаковым. По голосу можно было спутать двух братьев, хоть они и отличались по всем другим параметрам. Но, 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 Эйсав не стал бы упоминать Всевышнего, как это сделал Яков. То есть это слова, которые более подходят Якову, нежели Эйсаву. Якову, да, вот так он, вот такие были сомнения, да. А руки, говорит он, руки Эйсава, как он определил на ощупь. Вело Гекиро, и не узнал. Макир – это быть знакомым с кем-то. Легакир узнать. Гекиро узнал его. Ки гаю ядав, потому что были руки его. Ки дэй Эйсава хил, как руки Эйсава брата его, сэ и рот волосатыми. Вай вархэюм, и благословил его. И спросил, сказал, ты ли это сын мой, Эйсав, вайомер, ани? И сказал он, я. Вайомер, гагиша ли? И сказал, подойди ко мне, приблизи ко мне. Ва ох ла ми цаид мни, и я буду есть из того, что ты наловил, сын мой. Лэма ан, чтобы те вархэха, благословила тебя, наша душа моя. Вай гашло, и приблизился к нему. Ва йохаль, и поел он. Ва яве ло яин, и принес ему вина, ва ешт, и он пил. Вайомер э лав, и цхак, а вибе сказал ему, и цхак, отец его, гэша на. А, подойди, пожалуйста, у шэка ли бни. Не шэка, это поцелуй. И поцелуй меня, сын мой, вай гаш, вай шакло. И подошел и поцеловал его. Ва ярах, от слова рэях. Рэях, это запах, да? И чувствовал запах, обонял запах. Эт рэях бэ гадав. Аромат одежд его, ва и вар хэйгу. И благословил его. Ва йомер, и сказал, рээ. Смотри. Рэях бни, запах сына моего. Кэрэях садэ, как запах поля. Ашэр бэр хо, ашэн. Который благословил его Всевышний. Ва и тэн лха, ай луки. И пусть даст тебе всесильный ми таль ашамайм. Таль это роса, от росы небесной. У ми шэманэй ха арец. Что такое шэмен? Это жидкое масло. А шуман это жир, да? От жирного, от самого, как сказать, от самого богатого, нет? От туков, земли, так переводится? Да, тук. Ну вообще туком называется жировое отложение у барана, да? А здесь имеется в виду от самого лучшего, что есть на земле, да? Я так понимаю, что это растительная пища, да? Вэров даган вэтирош. И много-много, что такое даган? Это пшеница, ну то, что растет. Да, 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 зерновые, да. Точнее, как это называется? Колосья. Злаки. А? Злаки. Злаки, точно злаки, да. А что такое тирож? Тирож – это собранный виноградный сок. Точнее, сок, который выжат из винограда, и только вот начинает, начинает, начинается процесс брожения. Так? Где мы встречаем вот это сочетание даган-тирож? В шма, да? И даст тебе земля, и соберешь ты твой даган и твой тирож. Так? Я ав ду ха, корень лавад, будут работать тебе, будут подчинены тебе, будут работать на тебя амим, народы. Ва и штахаву, написано вот так, а читать следует вот так, да? То есть буква вав здесь имеет огласовку еще у. И поклонится тебе ле умим. Ле ум – это наци. Ге е будь, гвир, слово гвир – это богач. Богач. Бенадный человек, да. Ле ахейха – братьям твоим. Ва и штахавулыха – и поклонится тебе бней им меха – сыновья матери твоей. Ора рэха арур, что такое арур, проклят. Ора рэха – те, кто проклинают тебя. Уме варахэха, барух, а те, кто благословляют тебя, благословлены. Ва и и было кашеркила, когда закончилось слово коль, то есть завершил ицхак. Ле варэх – благословлять от яков, якова. Ва и и было ах, яццо, яццо, яцца, как только вышел, да, здесь два раза использован корень, чтобы подчеркнуть усиление. Яков, как только вышел, яков, меэт пне ицхак от лица ицхака авив отца его, ва эйсав ахиев, эйсав, брат его, ба мицейдо пришел славитво его, да, с его охоты. И сделал так же и он вкусняшки, ва явэ лавив, и принес отцу, ва йомер лавив, и сказал отцу, Якум ави, встань, отец мой, ва йохаль мицейн, и кушай из того, что наловил бно, сын его, ба авур, ради того, чтобы тевар аништабо благословил, благословила меня навшеха, душа твоя. Ну, видите, никакого упоминания Всевышнего, чего, в общем-то, яков от эйсава и не ожидал. Ва йомер лавив, и сказал он, ицхак авив, отец его, миата, кто ты, ва йомер анибинха бехорха эйсав, я сын твой, старший, первенец твой, эйсав. И буквально вострепетал, вздрогнул. Харада – это трепет, это буквально, когда сотрясается человек или сотрясается душа его, его сердце. Отсюда самоназвание тех, кого любовно называют в русской, израильской прессе, русскоязычной, ультра-ортодоксы, харидин. Вот, вздрогнул я, ицхак, дрожью великой адме од, очень-очень, ва йомер, и сказал ми эйфо у. Кто таким образом, если так, вот это вот слово, интересно, эйфо, которое пишется с алиф на конце, да? Кстати, рамбан его интерпретирует так же, как эйфо с эй, то есть где, да? Но это, так сказать, отдельный комментарий, можете его посмотреть. Но буквально вот это вот слово означает, что, давайте я посмотрю, что нам дает словарь, да? Эйфо, так, угу, так, сейчас, минуточку. Же ведь и так, таким образом, то есть, если так, таким образом, кто же он, гу, га цад цаид, тот, который наловил лавитву, Ва явели, и принес мне, ва охаль, и я кушал, миколь, от всего, бетерем, того, перед тем, как пришел ты, того, это ты пришел. Так, ва авар хэгу, и благословил я его, гам барух ее, так же пусть будет он благословен. Вот в этот момент Яков понял все. Он понял, что много лет обманывался, и его обманывали. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, да? Кажется так. Вот, и понял он, что такова была задумка Всевышнего, чтобы благословение, которое он готовил для Эйсава, по назначению попало Якову. Так, 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 барух ее, пусть он будет благословен. Ки шмуа, услышавши, да, или даже, точнее, так, да, услышав, услышав, да, это мы переводим причастием совершенным, да. Когда услышал Эйсав, это диврей, а вив, слова отца его, ва и цаак, и закричал цаака, криком, гдола великим, умара и горьким, адме од, очень-очень, до нельзя. Ва йомер лавив, и сказал отцу его, бархей ни благослови, ты благослови, гам ани, и меня, отец мой, да, можно сказать, гам очи, можно, пусть буду и я благословен, да, отец мой, ва йомер, и сказал, ба ахиха, пришел отец, пришел, извините, брат твой, ба мирма, мирма, это обман. Ну, не должны мы так говорить о нашем братце, поэтому мы скажем хитростью. Ва йках, и взял бирха тэха, благословение твое, ва йомер ахи, караш мой аков. Вот почему назвали имя его яков, вот это вот ахи, словарь дает значение очень, более, да, ахи, то самый лучший, да. Но смысл здесь какой? Вот поэтому, потому-то, так и дает нам, нам, вот давайте посмотрим, я сейчас переключу экран, да. Я скопировал, я скопировал это из русского перевода, вот, сейчас, минутку, как я должен это увеличить, сейчас, минутку, наверх, я должен, новую демонстрацию я хочу сделать, вот, вот что дает словарь. Так, перехитрил меня, а не, извините, я не это хотел показать вам, так, а вот, потому ли нарек ему имя, какое имя, я аков, потому что обошел, слово аков, лааков, следовать по пятам, ходить следом, а также обойти, и здесь перевод подходящий обошел, то есть перехитрил меня. Вот так, значит, так дает нам Медраш, так дает нам комментарий. Мы возвращаемся к нашему тексту. Так, где он, так, где он, текст, сейчас я сделаю новую демонстрацию, вот этого текста, да, так, угу, 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 так, поэтому, потому-то и назвали его Яаков, ва Яаквени, обошел, обхитрил, зе, вот, поамаем два раза, поамаем, это два раза. Эт бехора ти, мое первородство бехора, лаках взял он, вегине, и вот ата сейчас, лаках биркати взял он, и благословение мое, ва Йомер, и сказал, гало ацалха ли бехора. Так, что такое ацалха? От слова гецель, прикрыть, уделять, да, разве не уделишь мне, извините, не бхора, а браха благословения, разве нет у тебя благословения и для меня? Ва Яан, и ответил Ицхак, ва Йомер, и сказал Ицаву, ген, вот ведь как получилось, гавир самтив, поставил я его, что такое гавир? Барином, да, важным человеком, поставил я его самтив, сам ото, лах тебе, ве эт коль эхав, и всем братьям его, на тати ло ле авадим, и, извините, и всех братьев его, дал я ему как раба, как рабов, дал я ему в качестве рабов. Ве даган ве тирош, и, так, злаки, и виноградный сок, сэмах тив, самах, самэх мэм хав, это означает, что, опереть буквально, да, я ему это передал, я ему это дал. У леха, а тебе, эфо, таким образом, ма эсе бани, что же я сделаю тебе, да, что сделаю я для тебя, сын мой? Ва йомер эйсав эль-авив, и сказал эйсав отцу своему, га браха ахат, благословение одно единственное, ги, оно, эл-эха, у тебя, а ви, отец мой, бархейни гамани, благослови также и меня, а ви, отец мой. Ва йеса эйсав коло, и возвысил эйсав голос свой, ва йевк, и заплакал, баха, ва йан исхак авив, и ответил исхак отец его. Ва йомер эль-авив, и сказал ему, эйне, вот, ми шаманейха арец и е мошавеха, от, так, 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 от тучного, от богатого места земли будет сидение твое, то есть место, где ты живешь, да, то есть это место будет очень плодородным. Умиталь га шамайим меаль, и отрасы небесной свыше. Ве аль харбе ха, тихье, херев это меч, и мечом своим, то есть на мече твоем, тихье ты будешь жить. Ве эт ахих ха, таавуд, и брату твоему ты будешь, таавуд, служить, работать, бэгая, и будьет. Ка ашер тарид, когда ты спустишь, снимешь, у фаракта, и сбросишь, у ло, слово оль, айн ламет, да, это ярмо, ярмо его. Меаль цавареха, с шеи твоей цавар, только что мы видели, да. Ва истом, эйсав, ва истом, что это, то есть когда ты сможешь, да, ты сбросишь оль, ярмо, абузу, бремя, с шеи твоей, так. Так, оль, малхут, шамайм, есть такое выражение, то есть ярмо царства небесного. По первым буквам этих трех слов, если их переставить, мы получим слово шма. То есть, читая шма, Исраиль, да, мы принимаем на себя волю Всевышнего, как оль, малхут, шамайм. Что такое ярмо? Оно не делает быка сильнее, сила у него остается, но ярмо дает нам возможность его силу использовать в полезных целях. Ва истом, эйсав, и возненавидел эйсав от Якова, Аль-Абраха, за благословение, Ашер-Бер-Хо, Авив, которым благословил его, отец его. Ва йомер, эйсав, бэлибо, и сказал эйсав в сердце своем. Ей кэрэву, емэй, аэвэль, ави, приблизится дни, емэй, как ямин. Аэвэль, это оплакивание отца моего. Ва агар-га, и я убью ла-гарог, хорэг, убивать. Эт, я аков, ахи, Якова, брата моего, ва югаг, и было рассказано ла-ривка, ривке. Эт, дьевре, эйсав бна, слова эйсава сына ее. Агадоль старшего, ва тишлах, и послала ва тикра ла-яков, и позвала Якова, бэна Акатан, сына ее младшего, ва том эрэлав, и сказала ему, гэне эйсав ахиха, вот эйсав, брат твой, мит нахэм, то есть буквально утешается лэха, то есть тешится тем, лэгаргеха, убить тебя. Что было дальше, мы с вами знаем и можем прочитать снова и снова. Очень много я повторяю интересных комментариев ко всенедельной главе, в частности к этому параграфу. А сейчас давайте мы все-таки несколько слов скажем о песне, которую мы разбирали. Песня Ирушулаемшель Загав, песня классическая. Так, мы разобрали первый куплет полностью, да? По-моему, да. Да, дело в том, дело в том, что я не нашел хорошего варианта текста полного, то, что я нашел там куплет впущен, поэтому мы можем немножко не по порядку, не по порядку пройтись по куплетам. Первый куплет и припев мы разобрали. Давайте вот теперь разберем вот этот куплет, каким бы он ни был. Может быть, он второй, может быть, он третий. Но мы почитаем его. Эйха, явшу, борот амаим. Слово бор – это колодец. Борот амаим – колодцы воды. Бор – это… Сейчас, минуточку. Так, есть слово бор и есть слово БР. БР – это колодец, а бор – это водосборная яма. Это устройство, ну, ирригационное, наверное, можно сказать, да, которое позволяет собирать дождевую воду для последующего использования, собирать ее в резервуары, в ямы. Эйха, как, явшу, высохли, да, стали сухими. Борот амаим. Значит, ямы для сбора воды. Кикар – это площадь, шук – это рынок. Рыночная площадь – рейка. Рейка – это пуста, опустела. Вэйм покед – это арабаит баир аатыка. И нет слова покед – посещать в данном случае. Из всех возможных вариантов мы выбираем вот этот по смыслу. И нет никого, кто посещал бы арабаит, арабаит. Храмовая гора словом баит – дом. Мы называем еще и храм. Арабаит – это гора, на которой временно сейчас, да, храма нет. И по большинству мнений и авторитетов евреям нет туда хода. Вот есть мнение, что некоторая территория все-таки разрешена для посещения. Но неевреи имеют право туда заходить. Арабаит – храмовая гора. Баир гаатика в древнем городе, в старом городе. Что называется Ир-Атика? Древний Рушалаем, окруженный стеной. Ува меорот ашер ба села. Меора – это пещера. И в пещерах, которые села, скала в скале, ми-я-ле-лот, ру-хот, то есть буквально разговаривают, да, так что еще означает милел, да, речь, текст, да, ми-я-лот, да, разговаривают, звучат ру-хот, руах – это ветры, да, только ветры там забывают. И снова припев. Иерусалим из золота, и из меди, и из света. Разве не, для всех восхвалений, для всех песен твоих, разве не скрипка или не лира-я? Так. Вот этот куплет я скопировал из другого источника, поэтому здесь нет огласовок, но мы с вами его разберем. Эйх, каким образом, как бе-во-и, от слова ба – приходить. Во-и – это мой приход. Бе-во-и – когда я прихожу. Прихо-та, то есть при том, что я прихожу. Гайом сегодня. Ла-шир-лах. Петь тебе, воспевать себя. Как же я, когда прихожу сегодня, воспевать тебя? Ул-ха-лик-шор-к-тарим. И тебе буквально привязывать, связывать. Кетер – это короны, да, увенчивать тебя короной. Как же я могу сделать это? Катон-ти. Я стал меньше. Я самый малый. Ми-ца-ир. Ца-ир – это юный. Бана-их – это сыновья твои. Я самый младший из юных сыновей твоих. То есть я самый младший. Не только по возрасту имеется в виду, и по положению. И из последних, ахарон, да, мэ-шор-эр от слова шир. Тех, кто воспевает. То есть поэтов, поэтов, воспевающих тебя. Кишмэх цорев эт асфатайм, кэнэшикат царав. И мэшкахэх Йерушэлаэм, ашэр кула заав. Ки шмэх, ибо имя твое. Обратите внимание, что Ярушэлаэм женского рода, и шмэх имя тебя, ты в женском роде. Цорев, цорев – это апаляэт, жжот. Эт асфатайм уста. Имя твое жжот уста. Кэнэшикат царав. Нэшиках, как мы только что видели в недельной главе, нашимушек – это поцелуй. Как? Поцелуй, а кто такой сараф? Я вам скажу русское слово. Ну, серафим, серафим, который шестикрылый, шестикрылый серафим. Да, который, как вы помните, вырвал грешный мой язык и жалу острые змеи. Да? Что делает сараф? Слово сурев. Лисров – это сжигать. Ну, поскольку во множественном числе вот эти ангелы горения – серафим, в русском языке есть слово серафим и даже имя мужское, но нет практически слова сараф. Как поцелуй вот такого огненного ангела. Им ишкахех Иерушалаим, но это прямое заимствование из Тхилим, если я забуду тебя, Иерусалим. Ашер Кула, которая, поскольку Иерушалаим женского рода, которая вся она золота, которая Иерушалаим золотой. Иерушалаим шел загав, вешель нехошит, вешель ор, ало, николь шерайх, аники нор. Нам остался еще один куплет. С Божьей помощью через неделю мы с вами его тоже разберем, и можно будет нам всем вместе послушать. Вот ссылки. Давайте я поставлю их на чат, чтобы вы могли их скопировать. Но, в общем, все материалы я загодя поставил в нашу группу в Телеграм. Так, чат. И на этом мы сегодня заканчиваем наше занятие. Вот, пожалуйста, вопросы, пожелания. И на будущее, что мы с вами будем делать. Так, пожалуйста, ваши вопросы. А не было ли такого, что Иерушалаим шел захав хотели сделать гимном Израиля? Я не помню такого, честно говоря. Может быть... Я все слышал. Но, скорее, это уже гимн Иерусалима, а не гимн Израиля. Баруха Тула-Ла-Ла-Инадова. Коль не ведет. Я знаю, что песня эта вошла в фильм список Шиндлера, хотя на самом деле была написана значительно позже. Это да. Ну, я думаю, что еще и... Если так можно сказать, все-таки эта песня, она как бы идеологическая. То есть это и во времена Наоми Шемер воспринималась как идеологическая. Ну, может быть, с несколько меньшей интонацией, да? То, ну, как бы сейчас... Да, это тоже она. Это как бы политическая окраска, если так можно сказать, или национальная окраска, или поселенческая окраска, она осталась... Она осталась, хотя, как бы, Иерусалим все-таки считается консенсусом, но... Тем не менее, все равно. Мы на него претендуем не меньше, по крайней мере, чем армянин Арарат. Ну, да. В том отношении, что гимн на Тихву, он как бы... Он аполитичный. Он настолько как бы высокий, он выражает настолько базисную идею, вообще говоря, надежды возвращения, что она как бы верная, но, грубо говоря, при любом консенсусе. А идея в том, что у арабов все было пустынно, и все было разрушено, и все, а мы как бы вернулись туда. И особенно, интересно, как бы слова-то, как бы уже не выкинешь, правильно? Но... Больше мы это увидим даже в последнем куплете, который мы сегодня... Подерохло Ирихо. Ирихо, в арабской автономии, вообще говоря, сейчас находится, в Палестинской. А как бы... Скажем так, это еврейский город, в котором временно живут арабы. Да, да, да. Но тут, Натан, я тебя хочу поправить. Тебе известно, первая реакция, первая редакция Атиквы, написанная имбиром, там были другие слова в конце. Ирба Давид Хана, то есть Ярушилаем там, конечно же, упоминается. Потом уже этот текст был несколько изменен. Я не знал. Вот, посмотри, посмотри. Я столкнулся с этим, представьте, в 80-х годах, когда сторож нашей синагонии, он рассказывал, что он праправнук Маарша. Ну, во всяком случае, он был таким знающим человеком. Вот он... Из своего детства вот мне цитировал Атикву, и тут я заметил, что я знаю слова немножко другие. Даже, по-моему, я за ним записал, но сейчас это не проблема найти оригинальные слова. Да. Да, я тоже читала, что были другие слова до образования государства, до возникновения государства, образования государства. И тогда, тогда, может быть, предложение, может быть, разобрать гимн следом, когда мы кончим песню. Гимн, почему бы и нет. Это неплохие стихи. Да. Да, давайте. Мы же с вами не... так сказать... Да. Мы не провозглашаем и, наоборот, не возражаем против. Верно? Мы только за. Мы только за. Дай бог, что так оно и было. Да. Здорово. Мы кое-что просим. Так, Ирина у нас, кажется, впервые, да? Ирина новенькая, да. Прекрасно. Ирина, смотрите, я пытаюсь придерживаться определенного уровня, не слишком подробно давать, потому что это было бы очень медленно и количество материала бы сильно уменьшилось, но, с другой стороны, и не сильно бежать, потому что иногда вот ко мне обращаются с просьбой, так немножко помедленнее, потому что люди не успевают следить. Вот. Я надеюсь, что и те, и другие, в общем, что-то вынесут. Как для вашего уровня. Подходит? Подходит. Если чуть побольше, то и то же хорошо. Трудностей никаких у меня не вызвало в никакой момент. Замечательно. Очень рад. Так? Ира живет в замечательном городе Малайдуми. Ура. Понятно. Красивое местечко. Ладно, всего-то... Ты говори, не местечко. Слихань, не местечко. Это город вообще. Это у вас такой местечко. У нас... Да, да, да. Я знаю. Натан, а сколько у вас населения? У нас... 45 тысяч. 30 тысяч. 30 тысяч. 45 у нас. Натан, 45 у нас. Ну, это с твоим приездом. Это с твоим приездом 45. Это Боря сказал. Я это не... И не печатал. Здорово. Да. Да. Прекрасно. Прекрасно. Окей. Хорошо. Мы на этом заканчиваем наш общий письменник. Да. Все. Всем счастливо. До свидания. Пока. До новых встреч в эфире. Пока-пока-пока. До свидания.